МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Загородные премудрости. Я ведущий Сергей Новиков. И сегодня мы с вами поговорим о злаках. О том, как их декоративно использовать на участке и не только. А помогает мне сегодня ландшафтный дизайнер Татьяна Садчикова. Татьяна, добрый день! Здравствуйте! Приятно в этот осенний, пусть и не очень погожий денек, оказаться здесь, в окружении этих замечательных растений. Вот познакомь нас с ними и расскажи, какую функцию они могут выполнять на участке. На мой взгляд, злаки – это очень-очень-очень красиво. И при этом еще вовсе не хлопотно, не затратно. И при этом функционально. Ну и функционально. Собственно говоря, посадил и забыл. Потому что они сами как сорняки, в общем-то, борются с сорняками самостоятельно. Их огромный плюс. А для чего ландшафтные дизайнеры используют вот эти сорняки, эти злаки? Вот давайте посмотрим внимательно. Вот самое время злаков – это осень. Вот как раз, наверное, с августа и до снега, и даже и позже. То есть, когда уже и снег и стоят вот такие вот метелочки, тоже очень красиво. Создаются большие пространства вот таких вот живых, динамичных очень… Форм. Форм, да, форм, композиции. Допустим, вот этот злак называется малиния. Малиния здесь несколько видов. Вот это малиния, вот это вот. Давайте посмотрим. Смотрите, какая красавица. С такой вот пурпурной. Ага, пурпурный. С пурпурным окрасом. И вот такие нежные-нежные колоски. Когда они колышутся на ветру, посмотрите, как это душевно. Я не знаю, на мой взгляд, очень красиво. Татьяна, я знаю, что во многих европейских странах злаки могут использоваться практически в качестве основных декоративных элементов. И практически они составляют основу композиции, и между ними где-то какие-то еще другие растения вкрапляются. Я согласна. Все-таки для использования злаков нужны большие пространства. То есть участки, где небольшой цветник, ну, даже вот, допустим, полсотки, сотка, то есть это очень маленькая территория. Это не работает. Для того, чтобы это не работает. Вот в последнее время очень много используют в европейских городских садах или просто в европейском городском озеленении злаки, ровно потому, что они вот все-таки, понимаете, это часть живой природы. Вот все-таки цветы, они уже как-то больше воспринимаются как некие искусственно выведенные или, может быть, поддерживаемые сорта. И совершенно по-другому работают. А вот злаки – это часть живой природы. И очень хочется именно эту часть добавлять к бетонным зданиям, к каким-то большим территориям асфальтовых площадей, мощенных, может быть, брусчаткой. И в этом месте как раз злаки незаменимы. Я как раз знаю, что тут существует даже особое направление, которое называется видеоэкология. Это наше восприятие глазами окружающих пространств. И если мы видим непривычные вот анютины глазки в цветнике, а видим что-то колышащееся и вот действительно… Что-то живое, природное, душевное. То есть совсем другие эмоции вызывают лицезрение злаков. Ну вот посмотрите, вот, допустим, да, вот этот монстр на заднем плане – это мискантус. С ним познакомь нас, пожалуйста, дайте. Отдельно он, он достоин. Это мискантус? Это мискантус. Что это? Это вот я бы описал его как тростник. Чисто внешне он похож, конечно, на тростник, но он значительно более засухоустойчив, поэтому может… Да, плюс. Абсолютный плюс. Достаточно агрессивен, то есть быстро разрастается, заполовняет все пространство, вот, все пространство земли вокруг себя и, соответственно, не дает возможности другим сорнякам как бы расти рядом. Я, может быть, бы использовал его, допустим, в своем личном огородике на участке, но меня смущает такая вещь. Какова скорость роста у этого мискантуса и каким он бывает вот по сезонам? Какой он в мае, какой он высотой в июне, когда он достигает своего максимального развития? Вот еще не достиг. Как? Смотрите, вот на самом деле сейчас у нас уже заканчивается сентябрь, он еще не вырос до конца, у него нет еще метеолог. То есть цветки будут выше? Цветки будут еще выше, да, вот еще немножко, и они там раскроются пышным цветом, будут потом в зимнем как раз саду. Вот представьте себе, если снег где-то до метра высотой ляжет на этой территории, то вот как раз уже выше будут вот эти вот роскошные такие метеологи мискантусы. Мискантус. У ландшафтных дизайнеров есть даже такое понятие, как солитеры, да? Солитеры. Вот солитеры – это одиночные растения. Может ли вот этот мискантус выполнять роль солитеры или нет? Может, если это, скажем так, монокультура, мискантус на какой-то такой вот площади, вот допустим, заограниченная, да, то, конечно же, это как солитерное растение. А чем можно ограничить рост мискантуса? Я имею в виду, чтобы он не расползался по всему участку. Вы знаете, вот на территории частного участка это сделать достаточно непросто. То есть можно, конечно, вкопать бордюрную ленту, там, допустим, высотой. Ну, можно шифер, но это, ну, наверное, сантиметров на 40, на полметра нужно закапывать, потому что все-таки корневище очень мощное, и вот он пролезет под этот шифер, и все-таки он будет заполонять пространство вокруг себя. Это его и плюс, и минус. Это наше счастье и наша беда. Татьяна, очень важно при высадке злаков подбирать их, вот по возможности, более вариабельные формы, да, чтобы они были не просто зеленые, а были какие-то пестролистные и так далее. Вот что здесь использовано и на что обратить внимание? Вот, честно говоря, эта территория, это просто маточник, здесь нет как такового подбора. Здесь просто вот мы высаживаем растения на этой территории, чтобы посмотреть их степень разрастания, степень агрессивности, устойчивости. Это, ну, так называемая тестовая площадка для того, чтобы после можно было использовать в цветниках. И вот сейчас уже видно, да, что вот, допустим, малиния, ну, вот не так уж она быстро разрастается, как, допустим, фолярис. Вот посмотрите, Сергей, вот этот с розоватыми такими. Напоминает что-то совсем агрессивное. Такое сорняковое-сорняковое, и на самом деле это так, то есть его уж точно можно использовать только в городских цветниках или где-то под заборами, знаете, вот. Еще раз название для того, чтобы заполнить эту фолярис пестролистную форму, да, его? Такой вот он хорошенький, такой вот с виду миленький, но агрессивный-агрессивный, так что очень-очень осторожно. Татьяна, а как подбираются злаки для того, чтобы они выглядели наиболее выигрышно на участке? Допустим, у нас есть две сотки земли, и мы хотим оформить злаковый сад. Вот если у нас не очень, ну, две сотки, это уже вполне себе прилично. Очень рекомендую щучку, щучку дернистую. Это кочка. И никуда она не разрастется, то есть вот ее как кочкой посадил. Ну, будет кочка просто нарастать в объеме, но при этом, конечно, не сравнить с фолярисом, который своими корневищами заполоняет все пространство. Поэтому щучку дернистую рекомендую. Мискантус. Мискантус тоже можно вполне использовать. Малинию. Еще одной темы не коснулся. Это просо. Вот посмотрите, вот эта вот штука, видите, у него такие... Красивые метелки. Метелочки, да. Просо тоже очень советую. Когда наступает время посадки и ухода за злаковыми культурами? Если растения контейнерные, их можно сажать круглый год. Если мы берем, вскрываем это растение и делим, то, допустим, сейчас прекрасно можно поделить злаки и рассадить. То есть еще в течение октября можно? В течение октября можно делить. И ранняя весна тоже подойдет. А вот дальше уже где-то, наверное, с середины мая я бы не советовала. Коль уж у нас злаки дают достаточно много семян. В связи с этим вопрос. Не будут ли они расселяться с помощью как раз семенного размножения? Вот не расселяются они с помощью семенного размножения, а жаль. Только-только-только корневищами. Только делением и только рассадкой-пересадкой. Татьяна, я знаю, что у тебя организовано еще небольшое производство. И мне показалось, что там тоже используются злаки. Или все-таки что-то другое? Злаки, злаки. Такая наша творческая мастерская. Пойдемте покажем. С удовольствием. Пойдемте. Татьяна, и вот мы оказались уже в мастерской, где готовят, по-моему, невероятные вещи. А что это, как называется и откуда пришла идея? Идея пришла как-то вот спонтанно. С востока. На самом деле, то, что мы здесь делаем, это создаем укрытия, красивые укрытия. Плюс еще очень надежные укрытия для зимовки растений. Для роз, для рододендронов и для некоторых групп гортензий. То есть, в принципе, идеи, которые мы сейчас раскроем, они могут использоваться прямо вот сейчас, прямо не отходя, что называется, от кассы. Если есть желание, если есть вот просто необходимо сделать что-то красивое для своего сада. А главное, практичное. Практичное, то, пожалуйста, готовы делиться секретами. Потому что, честно говоря, мы долго ломали голову, вот как бы так накрыть растение, чтобы было красиво. Вот не стоит, не строить домики, знаете, вот бывают какие-то домики, есть металлические каркасы, которые обтягивают тканью. Все это, конечно, здорово, но и, в общем-то, не совсем здорово. Потому что выглядит, как инородное тело на фоне зимнего сада. Особенно вот осеннего сада, в тот период, когда долго нет снега и стоят эти укрытия, там непонятно какие обледеневшие. Ну, как-то все это неэстетично. Особенно, как раньше, помнишь, использовали для укрытия толь, рубероид, все это поверх страшных коробок. Да, пожалуйста, это просто кошмар. Некоторые продолжают до сих пор еще с панбондом обматывать ту и рододендроны. Выглядит совершенно чудовищно. И более того, вот от такой штуки, как мокрый снег, от изломов мокрого снега, вот эти вот все обмотки, они не спасают. Потому что растение становится, знаете, как вот в ковер замотанное, оно какое-то такое, не культяпистое. В общем, ничего хорошего. Татьяна, а можно вот эту вот готовую штуку поставить сюда к нам? К чему стремимся? Да, это сделано все из природных материалов. Клади, пожалуйста. Знаете, как красиво? Легкая. Ну-ка. Действительно легкая штука. Но не настолько, чтобы ее носило ветром, знаете, вот как вот, не знаю, листочек бумажки по участку. Какую функцию выполняет такое укрытие? Смотрите, мы берем, допустим, вот если у нас здесь растет роза, допустим, вот здесь растет роза, мы просто подходим к этой розе. А вот хочу еще раз напомнить о том, что растение накрывается уже после того, как наступили первые заморозки. То есть мы понимаем, что температура воздуха к этому моменту где-то минус 3-5 градусов, причем стабильно. И тепла уже нет, поэтому вот эти вот хвостики, колышки, они оставляются специально для того, чтобы поставить, вот как бы надавить. Воткнуть. И можно было воткнуть в землю это укрытие, и все, и оно встало. И что происходит с нашей замечательной розой? Она находится вот там внутри, как в теплой такой, это даже не шуба, это даже домик. Потому что вот эти ветки каркасные, они создают жесткий скелет, что позволяет это укрытие держать и под мокрым снегом, и под ветром, и под дождем. То есть растение, как в домике. Но вот я на что хочу особое внимание обратить, то, что этот домик дышащий. Да. При всем при этом, да, даже если его заметет снегом, он будет пропускать воздух. Он будет пропускать воздух. Не будет выпривания. Не будет выпривания, совершенно верно. И вот того самого страшного врага роз, который наступает именно после того, как уже зима закончилась, весна, март месяц, солнышко днем пригрело, ночью подморозило. И вот как раз вот в районе корневой шейки образуются грибковые заболевания. Замокания происходят, какие-то такие процессы, которые способствуют формированию грибов. А вот с этой штукой, ввиду того, что все дышит, ввиду того, что этот природный материал взят из той же природы, вот рядом, можно сказать, вырос в соседней грядке. Выглядит декоративно очень. Татьяна, ты сказала, что идея пришла с Востока. Вот что было первоосновой? Ну, первоосновой была потребность. Что-то такое придумать, организовать. И вот, знаете, бывает, вот когда не знаешь, что делать, вот просто едешь куда-то, и вот приходят какие-то идеи. Я поехала на выставку в Китай, и случайно, проходя мимо стендов, ну, то есть не было ничего, что мы могли бы там закупить, потому что здесь ничего нам предложено не было. И увидела, стояли вазы, вазы из водяного гиацинта, которые китайцы плили просто для декора, для оформления интерьера. Просто высушивали водную траву. Они вот, знаете, наверное, они плетут такие корзинки, которые, может быть, под печенье кто-то использует, не знаю, кто под что. И плюс огромные такие интерьерные вазы. И ваза, вот она была, на самом деле, она была себе вот так. И вот, ну, просто, может быть, пошире в основании. Я себе представила о том, что если ее перевернуть, то как раз будет то, что мне нужно. А, вот оно как. Да, конечно, китайцам я ничего не сказала. А мы положим вот таким образом наше укрытие, чтобы и тебя не загораживало, и было видно, как оно устроено. Изнутри? Да, я купила такую вазу, привезла ее в Москву всяческими там способами, потому что она была огромная, там метра, наверное, полтора высотой. Ну, вот привезла в Москву, и дальше мы уже стали думать о том, что мы можем использовать в нашей местности. Ну, так как водяногие ацинты у нас не растут. И вот тут мы начинаем раскрывать технологические как раз подробности. Да, и вот здесь мы просто обратились опять к нашей матушке природы, к природе, пошли в лес, на болот. Татьяна, основа, каркас? Каркас. Можно использовать вот в данном случае это лещина. Просто год был сухой, поэтому хорошо наросла лещина в этом году, как основополагающий каркасный материнок. А можно использовать иву. Даже иву, может быть, в некоторых местах огромные заросли, и ущерба природе не будет, если вы вырубите. Я бы советую выйти за ближайшую дорогу или, я не знаю, канал, и посмотреть, а что там растет. Что можно без ущерба нарезать? Вот. Нарезаем сперва ветки. Вот они примерно до двух метров высотой. Для чего хватит такого укрытия? Какие растения можем укрыть? Рододендроны можно укрыть, можно даже плетистые розы укрыть. Угу. Следующий этап мы делаем из вот этих подпорок, делаем вот такую штуку. Я покажу как раз, потому что это очень важно. Тут у нас из проволоки, из достаточно толстой, мы делаем основание. Каким оно должно быть по диаметру? По диаметру? Вот смотрите, они разные. Вот, допустим, вот это 50 сантиметров, это где-то, наверное, около 80 сантиметров. Ну, это все зависит от того, какого размера растения мы накрываем. Потому что, вот, допустим, это для розы, для маленького ордодендрона отлично подходит. Это уже для более большого растения. Тут ничего сложного в крепеже нет. С помощью проволоки из плоскогубцев мы закручиваем. Да? Просто надо прочно закручивать. Да, чтобы не скользило по палкам, да. Даже может быть... Все дело в том, что еще вот этот, вот этот еще не высохший побег, а по мере того, как он будет усыхать, он будет немножко уменьшаться в объеме, поэтому надо закрутить, чтобы не гуляло. А, или потом подкрутить, когда уже подсохнет. Вот у нас получилась первооснова, каркас такой. Сверху мы тоже ветки эти скрутили. Вигвам. Да, получился Вигвам. Тут вот, собственно, ноу-хау, да? Да, и тут, собственно, ноу-хау. Вместо вот этого водяного гиацинта, который у нас не разрастается, использовали... Сейчас, сейчас, сейчас. Вот следующая такая заготовочка. А, это следующий этап. Потому что иначе все будет гулять, а следующий этап. А, что здесь особенного? Здесь еще одно кольцо крепежное. То есть первое кольцо основания, второе кольцо. Потому что если, опять же, будет мокрый снег и будет гулять, вот если не делать вот эти кольца, то схлопнется и растение, которое находится внутри, оно пострадает. То есть это будет своеобразная ловушка? Ловушка такая. Оп, закрылась. Все, я понял. И мы сделали вот такой каркас. Ничего сложного я пока на данном этапе не обнаружил. Вот видите, мы его трясем руками, он жесткий. Очень, абсолютно. Он не гуляет, это очень прочная конструкция. И выдержит любой снег, любой ветер. Даже собак выдержит, которые, знаете, вот бегают, крупные собаки. Зацепили. Татьяна, вместо водяного гиацинта решили использовать рогоз. Это то, что просто является сорняком у озер и болот. Это растение, которое ежегодно можно скашивать, и оно растет постоянно. Это, как сказать, безотходная технология. Хочу отметить, что никакого ущерба природе мы не наносим, потому что действительно мы само растение не выдергиваем, а просто срезаем. Вышел с косой на берег реки, на берег пруда. Вот этот рогоз, прежде чем мы начнем из него что-то делать, он каким-то образом подвяливается, подсушивается. Да, все-таки заготавливали мы этот рогоз несколько раньше. Не в конце сентября, а несколько раньше, когда он еще зеленый и не пошел в цветение. Видите, вот тех самых шишек еще нет. Потому что если дождаться вот этого шишки... Цветения. Цветения, да, то, соответственно, основание будет более жестким. И его нельзя... И несложно будет работать. А вот я сейчас покажу просто вот то, что вот мы держим вот этот рогоз. Он даже в сухом виде абсолютно пластичен. То есть он абсолютно под руками принимает любую форму. Он еще имеет такую пористую структуру, защищает вот ветра. И держит температуру. Просылочка держит температуру. Вот можно показать, что мы можем намотать этот подвяленный рогоз без ущерба для него. Потом размотать. Ни трещин происходит, ни трещин происходит, ни... То есть это шикарный материал для как раз вот этой поделки. Что мы дальше с этим рогозом делаем? Следующий этап, вот уже как середина работы. Собственно говоря, берем пучками и укладываем. С чем? И это уже само плетением происходит. То есть если кто-то знаком с технологиями плетения корзин, то это практически то же самое. И вот на каждой каркасной веточке это крепится. Можно, я так понимаю, к прочной нитке, которая не сгниет в течение всей зимы, привязать какую-нибудь, ну, не знаю, а-ля иголку и спокойно прошивать каждый вот шаг за шагом. Вот мы так вот обматываем эту конструкцию. Сходи-ка сюда. Плетем. Плетем. То есть мы заворачиваем наподобие улитки, проще говоря, да? И каждый раз, каждый ярус мы закрепляем для того, чтобы конструкция сохранила жесткость и при этом выглядит шикарно. Так. Татьяна, потом мы, получается, заканчиваем обмотку и вся конструкция готова. Готова. Причем, насколько я понимаю, размеры ее ограничены только нашими возможностями. Ну, вот с одной стороны, да, но с другой стороны все-таки больше метра. В основании очень сложно делать, они получаются большие, неповоротливые. И есть еще один нюанс. Так, уберем пока это. Больших, больших укрытий. Ага. Это все-таки укрытие не одноразовое. Его можно использовать несколько лет подряд. Вот это здорово. А вот летом его нужно где-то хранить. Если это прям огромный такой конус, то, конечно, нужна еще какая-то территория там, где бы это укрытие хранилось. Огромный сарай. Огромный сарай, желательно под навесом, чтобы дождями не вымокало. И, в общем-то, это доставляет определенные неудобства. Поэтому мы придумали еще один элемент. Если вот у нас, допустим, большая магнолия или большой рододендр, нам очень хочется его накрыть, то мы придумали такие пластины в виде треугольников. И, соответственно, эти треугольники мы уже пристраиваем друг к другу. Ну, вот можно посмотреть, он стоит готовый. Да, пирамида. Вот эта пирамида. Пирамида может быть из трех сторон, может быть из четырех сторон, из пяти. Вот все зависит от размеров растения. И весной ее очень легко разобрать. Стороны плоские. Хранятся отдельно, не занимают много места. И очень удобно. Татьяна, а вот основу каркаса у вот этих пластин, треугольников тоже составляет ветвь? Все тоже самое. Все абсолютно то же самое. Мне кажется, даже вот этот вариант попроще будет. Как ты считаешь? Я не знаю. Честно говоря, вот это очень красиво выглядит, очень эстетично, но очень удобно в использовании. Вот просто взял, одел, а весной просто снял. Здесь нужно немножко потрудиться. Вот лентой, шторной лентой закрепить. Чтобы от ветра все это не разлетелось по участку. Ну, вообще-то, я хочу сказать, что хорошо, когда есть выбор. То есть можно использовать эти укрытия, можно использовать эти. Все зависит уже от сада, от потребностей, да, и от того, насколько это все нравится, не нравится. И мне кажется, что если остается вот такой оттенок естественного происхождения, зеленый, коричневый. Вообще-то шикарно просто. Это просто шикарно. Татьяна, большое спасибо за идею. Я думаю, вот сейчас те, кто смотрит нашу программу, подумают, а пойду-ка я тоже нарежу рогоза. На плиту, нарежу себе веточек. И вполне себе обеспечу своим растениям надежный комфорт в течение всей зимы и даже в течение нескольких сезонов. Большое спасибо и до свидания. А на этом наша программа подошла к концу. Но мы прощаемся с вами ненадолго, всего лишь на одну неделю, для того, чтобы узнать очередные загородные премудрости. С вами был Сергей Новиков. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok